Трижды в год Матищинская профсоюзная организация работников народного образования и науки представляет небольшие экспозиции. В наполнении выставочного пространства участвуют педагоги. Бывает, к созданию экспонатов они подключают своих учеников. А в этот раз совместный творческий процесс даже приветствовался. Очередная выставка получила название «Вместе весело шагать». Мне такое впечатление создаётся, что нас хотят разобщить людей. А мы привыкли быть вместе, и особенно педагоги и воспитатели, потому что с детьми и сами вместе, иначе нам и трудно выживать. И тогда в ней есть такой 60-й садик, очень великолепный, они написали «Вместе весело шагать, дружить, играть и танцевать, деревца сажать, трудиться, заботиться, играть и веселиться, старости не бояться, жизнью восхищаться». Вот и вместе. И вот так и получилась у нас выставка. Одни педагоги поделились своими поделками, картинами и вышивками. Другие сделали стенгазеты и фотоальбомы, в которых рассказали, как весело и с пользой проводят время юные мытищенцы в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования со своими наставниками. Здесь очень интересно. Можно посмотреть на другие работы, принять какой-то опыт и интересно участвовать. Каждый экспонат сделал мастерски с душой и заслуживает отдельного внимания. Как, например, картина Елены Титовой. Зимний пейзаж, лубочную картинку и натюрморт педагог дополнительного образования нарисовала пластилином. «У нас есть такая техника пластилинография, и с помощью него можно делать не только поделки, но и рисовать вот такие картины. То есть я своим детям показываю, во-первых, пример, как можно участвовать в конкурсах, не бояться чего-то нового, потому что они знают кусочек пластилина, из которого они что-то могли слепить кошечку и собачку, а здесь получаются целые картины». На выставке «Вместе весело шагать» представлены работы сотрудников порядка 20 учреждений образования. Экспонаты размещены в помещении горкомов профсоюзов на улице Комарова. Через неделю организатор планирует подвести итог и наградить авторов лучших работ. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.